МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я предлагаю начать с теоретической части. Наталья Ярославовна, наверное, вам вопрос. Почему удобнее и лучше платить через МОСОБЛ ЕРЦ? Ну, во-первых, это существенно экономит время. Наверное, это основная заслуга. Во-вторых, можно сразу оплатить несколько услуг и не использовать для этого другие способы. И, опять же-таки, нет комиссии при оплате онлайн. Михаил Владимирович, большинство жителей округа все-таки платят через МОСОБЛ ЕРЦ или все по-разному? Жители имеют возможность выбрать способ оплаты. Эти способы оплаты недоступны всем. То есть самое распространенное у нас, конечно, через МОСОБЛ ЕРЦ. Можно напрямую оплачивать по реквизитам, которые указаны. Через банк можно оплачивать, можно оплачивать через почту. Соответственно, все платежные системы, которые используются МОСОБЛ ЕРЦ, они могут быть задействованы жителям по своему усмотрению, как ему комфортнее. Только хочется отметить, что в зависимости от того, какой метод оплаты выберет житель, меняется комиссия. То есть комиссию устанавливает не МОСОБЛ ЕРЦ, а устанавливает именно платежный агент, который принимает деньги от жителя. То есть в одном банке она одна, в другом банке другая. Если платить через сайт МОСОБЛ ЕРЦ, через личный кабинет, то комиссии нет. То есть получается дешевле платить через МОСОБЛ ЕРЦ. Но очень часто на встречах, наверняка, с Натальей Арславной задают вопрос, а можно ли напрямую ресурсоснабжающим организациям платить? Вот можно ли и лучше ли это будет? Многие считают, что дешевле. И если можно, то что нужно сделать для того, чтобы перейти на такие прямые платежи? Прямых платежей ресурсоснабжающим организациям как таковых нет. То есть это такое понятие довольно сложное с точки зрения того, что есть прямые договора жителей на ресурсоснабжение. У нас сейчас большинство домов переходит на такие договоры, когда житель имеет прямой договор с ресурсником. Но на территории Московской области, правительство Московской области, выпустило постановление, согласно которому выпускается единый платежный документ ЕПД. И как раз организация, которая формирует это ЕПД, является МосОБ ЕЁРЦ. И когда житель платит по ЕПД, он как раз платит за те услуги, которые поставляются ему поставщиком по прямым договорам. Но для того, чтобы не было у нас 5-6-7 квитанций, это все собрано в единый платежный документ. Одна бумага, один лицевой счет. И дальше с этого лицевого счета распределяется по всем ресурсникам. Поэтому говорить о том, что житель платит что-то напрямую, здесь нужно именно понимать, что он платит как раз напрямую ресурсникам. Раньше он платил как? Раньше он оплачивал квитанцию управляющей компании, все деньги падали на лицевой счет управляющей компании, и дальше уже управляющая компания распределяла платежи по тем ресурсникам, которые оказывали услуги. Сейчас это распределение делается сразу же МосОБ ЕЁРЦ в момент поступления денег. Соответственно, здесь житель, во-первых, получает единую платежку, она у него вся собрана в одном документе, вся информация. Во-вторых, у него один реквизит, на который нужно платить. И в-третьих, все эти операции, они прозрачные. То есть видно по какой строке, какая сумма была начислена, и, соответственно, можно проследить, какая была оплачена. Есть жители, которые пытаются платить напрямую ресурсникам, но это скорее вносит путаницу, потому что когда жители платят напрямую ресурснику, эта информация должна уже от ресурсника поступить обратно в МосОБ ЕЁРЦ. МосОБ ЕЁРЦ должен учесть ее на лицевом счете жителя и не забыть провести перерасчет в минус на эту сумму. То есть это так называемые неденежные реестры, и они скорее усложняют расчеты. И очень часто, когда житель напрямую платит, эти все вопросы возникают именно с точки зрения того, что где эти деньги, которые заплатил ресурсник напрямую, почему у меня до сих пор не вычитается. А здесь именно вопрос в том, что получается, что человек пользуется тем моментом, который у него сейчас есть возможность заплатить на прямые реквизиты ресурсника, но все системы, которые работают, они сейчас как раз настроены, чтобы получать платежи через ЕЁРЦ. То есть как бы сверху вниз расщепление идет, а здесь получается он снизу вверх пытается заплатить за услугу. И это как раз приводит к тому, что возникает очень множество вопросов, которые жители вынуждены решать сам, появляясь наличными приемами в ЕЁРЦ, приходя к ресурснику, проводя розыск своего платежа. И это на самом деле очень часто как раз меньше удобства жителю и меньше пользы для того, чтобы это все оплатить. То есть это все на уровне слухов на самом деле? Да, ну то есть таких жителей есть определенное количество, кто напрямую платит. Очень часто эта история у нас бывает в электрике. Когда житель по старым реквизитам платит в МОЗ «Энергосбыт». И это учитывается, конечно, никакие деньги никуда не теряются. Но, повторюсь, для выяснения этих платежей приходится проделать дополнительную работу, причем трем организациям. Это ресурсник, управляющий компанией и МОЗ «Энергосбыту» с привлечением жителей. То есть ему придется сходить в три организации дополнительно, для того, чтобы выяснить, куда ушли его деньги. Поэтому не нужно эту историю специально как-то педалировать. С точки зрения жителя проще оплатить ИПД один раз, и дальше денежки уже сами распределятся правильно и корректно. Деньги распределяются в очень быстром темпе, обычно в течение суток. Тем более, я так понимаю, что вот этот единоплатежный документ можно оплатить несколькими способами. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, на мой взгляд, самый удобный – это способ оплаты через личный кабинет. В этих целях мы даже установили в нашем офисе, в каждом офисе МОЗ «Облгерц» компьютер. Менеджер помогает и создать электронный кабинет, и зарегистрироваться, и даже провести платеж. Очень у нас поставлена работа по привлечению пожилой группы абонентов к использованию личного кабинета, чтобы не было необходимости преодолевать какие-то расстояния, сложности, и оплачивать в первую очередь без комиссии. Но по старинке через банк тоже можно, наверное. Обязательно. У нас на территории клиентских офисов есть банкоматы, и, опять же, такие менеджеры помогают произвести оплату посредством банкомата. Марьяна Николаевна, Вы регулярно получаете различные обращения от жителей нашего округа. Вот много ли обращений связано с работой МОЗ «Облгерц»? Ну, Вы знаете, на самом деле, да, много. И, ну, я хочу сказать, что бывают обращения такого, знаете, индивидуального характера, вот, бывают какие-то, скажем, более массового характера. Вот, не так давно тоже у нас была как раз история обращения жителей Ромашкова, да, и вот хочу, как бы, в принципе, сказать большой благодарности Наталье Ярославовне и Михаилу Владимировичу, что достаточно оперативно мы собрали круглый стол на встречу с жителями и, скажем так, вот попытались там в ручном режиме, конечно, решать те вопросы, их аккумулировать, потому что если они носят, ну, такой системный характер, да, а не какой-то индивидуальный, то, конечно, их надо решать вот именно в таком виде. Мы вот сейчас обязательно к этой теме Ромашковской еще вернемся. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. На платежке приходят, значит, две структи на подогрев воде. Ну, я знаю, что есть такое положение, что если в доме, в дом приходит вода горячая, то есть в платежке должна быть просто горячая вода, а у нас холодная вода, подогрев холодной воды и т.д. и т.п. А где вы живете? Ну, большинство людей, конечно, мы хотим одну строчку. А расскажите, пожалуйста, вот... Горячая вода, холодная вода. А территориально вы где находитесь? Вы из Одинцова? Что? Вы из Одинцова? Нет, лесной городок, Одинцовский район. Сможем пояснить ситуацию? Да, конечно. Значит, у нас на сегодняшний день горячая вода состоит из двух компонентов. Это компонент объем, то есть сама вода, и компонент нагрев. Соответственно, отсюда появляются две строчки. Почему две строчки? Потому что прибор учета тепла, который стоит на доме, он учитывает и объем, и нагрев. То есть тот объем теплоты, который тратится на то, чтобы вода циркулировала в трубах дома, она остывает и возвращается. То есть то, о чем говорят жители. У него в дом заходят четыре трубы. Две трубы – это отопление, и две трубы – это горячая вода. Одна подача, другая – обратка. Соответственно, вода горячая зашла в дом, она имела какую-то температуру, имела объем. Человек открыл кран, набрал, условно говоря, 100 литров. Эти 100 литров в себе содержали объем в размере 100 литров и теплоту, которая была внутри воды и которая была потрачена. Прибор учета учел объем, а когда вода стала остальная возвращаться, она пока циркулировала по дому, у всех же полотенцесушителей в квартирах есть, она остыла. Соответственно, теплота также потратилась. И вот эти две составляющие как раз рассчитываются в расчете на каждую кубу воды, которую потрачен жителям. И дальше выставляются в китанции. Поэтому говорить о том, что необходимо, чтобы выставлялось одной строкой, это возможно, но тогда это приведет к некоторому усреднению. То есть это опять будет история, когда мы усредняем какой-то объем теплоты, который требуется для нагрева одного куба воды. Здесь же как раз наоборот более точный расчет получается, когда вы платите именно за тот объем теплоты, который был потрачен в вашем доме на то, чтобы подать в кран горячую воду. И опять-таки, может быть, это усреднение будет и не в пользу жителя. Поэтому, может быть, это как раз будет и не очень, так скажем, да, интересно людям. А вот такая более точная сумма, всегда понятно, что из чего складывается. Да. И эти все расчеты можно проверить. То есть прибор учет – это общедомовое имущество. Жители имеют возможность уполномочить на этот совет дома. И кто-то из представителей советов дома, либо председатель советов дома, может каждый месяц получать распечатки с приборов и четко видеть, сколько гигакалорий тепла было потрачено на доме. И сколько кубов воды было потрачено также на этом доме для нужд горячего водоснабжения. Если дом оборудован прибором учета холодной воды, то и сколько кубов холодной воды тоже было подано в дом. То есть, в общем, это все максимально открыто. Да. И так, наверное, даже нагляднее. Марьяна Николаевна уже начала говорить о круглом столе, который прошел в Немчиновке. На нем присутствовали жители Ромашково, представители управляющей компании и МОСОБЛЕРЦ. Давайте вспомним, о чем там шла речь. Для произведения начислений требуются информационные системы, такие как биллинговые системы, платежные системы, требуется абонентский отдел, контактный центр. То есть, эти все вещи необходимы управляющей компании для того, чтобы взаимодействовать с жителями в части произведения начислений и сбора платежей. Делать это централизованно через платежного агента получается дешевле. С помощью МОСОБЛЕРЦ управляющие компании экономят деньги потребителей. Впрочем, пока жители многоквартирных домов в Ромашково этого не ощутили. Скорее, наоборот, сумма в платежках выросла. У нас есть одна головальная ошибка. Вот мы за однокомленную квартиру до перехода МОСОБЛЕРЦ платили в районе 3 тысяч, сейчас у нас в районе 3 тысяч. И у всех, все, и у всех. И эта проблема не единична. Вопросов у жителей Ромашково по начислению оплаты за коммунальные услуги много. Они копятся с осени прошлого года. Задавали их по телефону колл-центра или в личном кабинете, но ответа так и не получили. Я писала декабрь, я писала в январе, для заявки в феврале. В конце февраля я позвонила в колл-центр. В колл-центр не видит ни одного моего обращения в личном кабинете. И не знаю ответа. По платежам колл-центра ответить не смог. Перевести на считающего платителя они оказались. Мне приходит платежка. Естественно, не по моим счетчикам воды. Естественно, с этим же как ремонт. Вот это минус плюс, но вы как вы сейчас... Да, это вы члены. Я просто слышу, это у всех. Дозвониться невозможно. Причем я очень надеюсь, что у вас отрабатывают все-таки, так скажем, входящие звонки. Потому что меня послали на три буквы. Это не шутка. Это было очень обидно и не смешно. Эта встреча – возможность напрямую задать наболевшие вопросы. Встреча жителей с представителями МОСОБЛ ЕРЦ прошла по инициативе общественной палаты округа. Представители платежного агента говорят – ошибки случаются. Нужно разбираться. У нас в связи с большим количеством начислений и лицевых счетов могут происходить точечные ошибки. Мы их на своей стороне знаем. Мы не отказываемся от того, что у нас действительно есть куда расти. И мы их в обязательном порядке отрабатываем. По каждому лицевому счету нужно разбираться индивидуально. Для этого в МОСОБЛ ЕРЦ выделят специалиста, который будет работать с жителями Ромашково. Кроме того, в число поручений по результатам встречи вошел мониторинг качества воды и тепла, подаваемых в жилые дома. Присутствующие пожаловались на ненадлежащее качество оказываемых услуг. Общественная палата округа по-прежнему будет держать решение коммунальных проблем в Ромашково на контроле. В прямом эфире у ТВ-программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о работе МОСОБЛ ЕРЦ 8495 508 86 84. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы гостям в студии. Марьяна Николаевна, Наталья Ярославовна, вот с тех пор, что изменилось в жизни жителей Ромашково? Наверное, недели три прошло. Может быть, около месяца. Ну да, наверное, прошло где-то недели три. Но, к сожалению, скажем так, не все так быстро делается, как хотелось бы. И, опять-таки, здесь не все, я могу сказать, на мой взгляд, зависит от МОСОБЛ ЕРЦ. У нас также есть еще и различные структуры организации, которые тоже в этот процесс вулечены, например, как МОСЭНЕРГО. И там, скажем, к ним тоже есть вопрос, потому что жители жаловались на то, что у них не происходит, скажем, разделение тарифов, почему-то произошла такая ошибка, на дневное и вечернее время. И, соответственно, этот вопрос тоже надо с МОСЭНЕРГО решить, выровнять эту ситуацию. Но, опять-таки, занимает время. Но я еще раз хочу сказать, что действительно, скажем так, был выделен сотрудник, принимались все обращения, как в индивидуальном порядке, так и какие-то они были сгруппированы в общие обращения. Работа ведется. И, в принципе, ну, скажем так, со стороны управляющей компании было тоже дано такое предложение. На мой взгляд, оно действительно хорошее, что это касалось только жителей Ромашково, вот этих многоквартирных домов, что пока ситуация не была решена полностью, да, выровнена с платежками, то пока те жители, которые считают, что действительно ситуация спорная, и они считают, что платежки выставлены некорректно, они пока могут, скажем, этот вопрос с оплатой подвесить и ждать, когда платежки будут скорректированы, и там будут уже отражены все изменения. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, это, ну, большое спасибо управляющей компании и всем участникам, да, что была жителям предложена такая альтернатива. Ну, потому что действительно все признали, что проблема есть, и, конечно, она не выдумана, и действительно ее надо решать. Поэтому, ну, вот, как бы все ждем. Все в процессе. Да, все в процессе. Сколько примерно времени уйдет на то, чтобы этот вопрос окончательно закрыть? Ну, это не мои размышления. Мы на встречу приняли решение, и у нас есть некая дорожная карта, протокол нашей встречи, и есть определенные даты. На сегодняшний день, ну, скажем так, наверное, треть вопросов, которые были обозначены, на сегодняшний день мы сняли. Остальные вопросы мы планируем все-таки решить до начала мая. Там, наверное, много таких индивидуальных вопросов. Много, но жители после этой встречи, многие обратились к нам уже буквально в следующий рабочий день. Поэтому все, кого мы видели на экране, они уже сняли свои вопросы. Слава богу. Ну, третий осталось еще чуть-чуть, еще две трети пути, и эти вопросы будут закрыты. Марьяна Николаевна, какие еще вопросы, связанные с работой МОСОБЛ, ЕРЦ поступает в общественную палату? Ну, вы знаете, наверное, самый частый вопрос, это касается содержания самого единого платежного документа. То есть не все сразу готовы разобраться в этом сложном документе, и зачастую действительно возникают вопросы, а что вот это такое, а что это за строка, почему здесь так, почему здесь эдак. Поэтому у нас вот даже, сколько, ну, наверное, месяца полтора назад у нас был круглый стол как раз с представителями МОСОБЛ, ЕРЦ, с Михаилом Владимировичем Клая Кратаевым, с представителями управляющих компаний, с жителями, которые вот как раз задают вопросы. И на их примере, скажем, тех проблемных моментов мы как бы рассказывали, как работает и единый платежный документ, и МОСОБЛ, ЕРЦ. Вот, и тоже я считаю, что была достаточно продуктивная встреча. В принципе, мы наметили, что периодически можно такие встречи проводить по мере накопления вопросов, потому что, ну, к сожалению, все равно вопросы есть. Вот, но я надеюсь, что вот в таком конструктивном диалоге, потому что, в принципе, еще раз хочу выразить благодарность, все открыты к диалогу, и никто не говорит, что пусть люди сами разбираются. Совсем нет. То есть все входят в положение, что действительно, наверное, если есть вопросы, их надо обсуждать, решать, чтобы максимально снимать все проблемы. Наверное, нужна такая школа грамотного потребителя, чтобы и про платежку рассказали, например, про раздельный сбор мусора. Мы уже обсуждали различные какие-то и ролики, и презентации, и инструкции. То есть вот все-все-все, любые способы, которые могут помочь жителям действительно в этом вопросе и во взаимодействии с этим сложным для некоторых документам. Тут, мне кажется, один из популярнейших вопросов. Наталья Ярославовна, задам его вам. Оплатила квитанцию, а в следующем месяце опять эта сумма пришла, то есть в два раза больше неучтенной получилось. Что делать, как быть, платить вдвое меньше или куда-то не туда денежка ушла? Для начала понять, в какой момент допущена ошибка. Когда человек заплатил, куда человек заплатил. Уже Михаил Владимирович говорил о том, что люди не совсем понимают технологию процесса, что есть определенные даты, в которые необходимо вносить платеж. Вы напомним, какие? До 10-го числа каждого месяца. Соответственно, для того, чтобы у расчетного центра и у поставщика услуги была возможность обменяться данными. Точно так же необходимо учитывать сроки проведения платежей банками. То есть это тоже очень важно. Поэтому если человек буквально забыл об этих нюансах и оплатил на 2-3 дня позже, соответственно, показания не учитываются. Но они будут учитываться в следующем периоде. Поводов для паники нет? Совершенно. Совершенно нет поводов для паники. Опять же, всегда можно посетить наш клиентский офис, где если менеджер не поможет решить вопрос, значит, житель пройдет в расчетный сектор, ему объяснят и содержание платежки, и формирование платежей, и даже предоставят справку за период, где будет абсолютно очевидно, когда проходили оплаты, в каком периоде они будут учтены, если вдруг оплата была внесена с нарушением срока. Михаил Владимирович, следующий вопрос к вам. Тоже очень часто вы его уже и в формате шутки задаете. Почему за отопление платим летом? Отопления нет, а строка в платежном документе имеется. В формате шутки можно ответить, потому что мы страна, которая живет в северном климате, поэтому у нас никогда сильно тепла не бывает. А если серьезно, то круглогодичная оплата связана с тем, что платеж за отопление является самым большим платежом в китайской за зимний период. То есть у нас самые большие расходы на содержание жилья, это содержание именно с точки зрения отопления нашего жилища. И правительство Российской Федерации давно уже принято было решение о том, что у нас оплата по нормативу осуществляется равными долями в течение года. И норматив рассчитан исходя из того, что равная доля. У нас на территории Одинцовского округа норматив 0,02 гикокалорий на метр квадратный. И он круглогодичный, независимо от того, январь на дворе или июнь. Но если говорить о реальности, то, к примеру, в январе у нас реальный норматив в этом году получат не норматив, а фактический расход получился там 0,04 гикокалорий. То есть в два раза выше, чем норматив. Холодно было. А жители платили точно так же, как будто 0,02. И, соответственно, эта вся разница между фактом и нормативом, она уходит на летний период и компенсируется там. Плюс, соответственно, весна и осень, они тоже позволяют отбалансировать нормативные потребления. Да, с точки зрения жителя это странно, но с точки зрения того, что мы наоборот получаем от жителей, если жители платят по счетчику и имеют решение платить по 1,7, 1,7 это когда житель платит именно в отопительный период. То есть вот началась зима, включили отопление, счетчик начал считать, сколько тепла пошло на отопление, а летом счетчик считает, сколько тепла идет на ГВС. Мы это уже обсуждали. Зимой началось отопление, начался отопительный период, счетчик начал считать тепло, которое пошло на батареи, посчитал, в конце месяца сняли показания, отдали в ЕРЦ, ЕРЦ раскидал их по квартирам и начислил жителям по фактическому потреблению в этом месяце. Это так называемая 1,7. И на основании этой 1,7 у нас, соответственно, будет минимальный платеж в октябре, дальше он будет расти в ноябре, декабре, максимальный это январь, февраль, самые холодные месяцы, а дальше опять вниз пойдет март, апрель и в мае опять превратится в ноль. Ну так вот, те квартиры, которые у нас сейчас на 1,7, такие тоже есть, у них таких процентов 15, наверное, 15-12, там, в зависимости от ситуации. Эти квартиры зимой платят до 7 тысяч только за отопление. То есть просто само отопление, оно стоит 7 тысяч, а дальше все остальные накрутки в зависимости от того, что было потреблено квартиры. То есть вот такая средняя трехкомнатная квартира. То есть 1,12 по бюджету явно бьет меньше, чем 1,7. Да, 1,12, это тоже еще один из способов. То есть есть нормативный способ в 1,12, а есть фактический способ в 1,12, когда есть расчет, сколько за прошлый год было потреблено по счетчику тепла. Этот объем делится на 12 месяцев и выставляется ежемесячно каждый месяц один раз определенная сумма. А потом в конце года подводится итог, сводится баланс и делается перерасчет в первом квартале следующего года либо в плюс, либо в минус, в зависимости от того, было потреблено больше или меньше, в этом году фактически уже тепловой энергии при наличии счетчика на воде в дом. Повторюсь, расчет по 1,12 с точки зрения норматива, это расчет по нормативу, а расчет по 1,12 по теплощетчику, это расчет как раз за прошлый период берется среднее месячное потребление, рассчитывается как уже факт, который был. Поэтому здесь как раз, когда по нормативу платим, это исторический расчет, сложившийся на нашей территории, по всей территории Московской области, величина 0,02 гекокалорий, а когда мы платим по счетчику тоже по 1,12, это уже конкретно по вашему дому, какая была в прошлом году. И дальше просто идет корректировка раз в год. По нормативу корректировки раз в год не предусмотрены, тоже хотелось бы отметить. Потому что многие говорят, вот мы норматив платили, откорректируйте нам. Нету оснований, потому что основанием для корректировки является наличие счетчика. Когда есть счетчик, тогда есть корректировка, когда нет, то норматив. И хотелось бы еще отметить, что многие очень переживают, что вот индивидуальные приборы учета, по ним надо делать обязательно корректировки, индивидуальный прибор учета не предусматривает корректировок, он предусматривает счет только по факту потребления в моменте. То есть вот вы потребили в этом месяце столько-то тепла, столько и оплачиваете. То есть у нас индивидуальные приборы учета, они в большинстве случаев, там практически не на 9,9, оплачиваются по 1,7. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло. Алло. Сорвался у нас звонок, но у нас есть вопрос в Инстаграм. Алло. Нет, звонка все-таки у нас нет, но есть вопрос в Инстаграм от жителей Ромашкова. Добрый вечер. Была встреча с жителями ЖК Ромашкова. Говорили представители расчетного центра, что будет сделан перерасчет из-за некорректно переданных данных от УК. Перерасчет не произведен. Что скажете? Все данные, которые от УК поступили, мы обработали. То есть, вероятно, есть данные, которые УК еще не передала. Для этого есть какие-то субъективные, вероятно, причины. Поэтому сказать, что не отработали, скорее всего, речь идет о каком-то индивидуальном случае. Но на этот счет, опять же-таки, был и создан почтовый ящик, и телефон, и всегда есть возможность записаться на прием предварительно, прийти и решить этот вопрос уже индивидуально. Еще один вопрос из Инстаграм. Из каких источников берутся данные о количестве зарегистрированных и проживающих? Как это передается? Откуда берется разные цифры между зарегистрированными и проживающими? Вот вы прочитала ровно так же, как написано, поэтому простите за русский, где что-то было. Знакомая ситуация. На регулярной основе нам предоставляет информацию МФЦ. А также вносим информацию о количестве проживающих, наносит заявительный характер. То есть приходит собственник, проживающий, приносит выписку из домовой книги. На основании выписки мы корректируем свои данные. Мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана Михайловна. Светлана Михайлович, приятно. Задавайте ваш вопрос. Я живу в Одинцово очень много лет. И живу я в 29-м доме по улице Жукова. У меня большая просьба. Обратите внимание на воду в нашем доме. Очень много лет у нас грязная, ржавая вода. И ничего не меняется. Я особенно обращаю на это внимание, потому что я врач. И мне бы хотелось, чтобы все-таки вода у нас была более чистой. Большое спасибо. Спасибо большое вам, Светлана Михайловна, за вопросы. Часто такие вопросы, наверное, поступают в общественную палату в том числе? Ну, в общественную палату поступают часто. И, в принципе, в соцсетях мы видим, да, действительно, жители часто жалуются именно, скажем, да, по этому адресу. Но я не имею в виду конкретный дом, если мы просто говорим по Маршу Жукову. Ну, часто, я говорю, Задимович нам пояснит, наверное, когда будет чистая вода, что происходит? Чистая вода, на самом деле, это одна из основных тем, которые возникают у нас в общении с жителями. Жители этот вопрос очень сильно волнует, и это правильно. Мы со своей стороны ведем сейчас работу по реконструкции в ИЗО номер один. Эта работа выполняется в рамках федеральной программы «Чистая вода», которая финансируется из федерального бюджета, из бюджета губернатора, Московская область тоже участвует, и Одинцова является также участником данной программы. Соответственно, данные ВЗУ мы начали реконструировать летом прошлого года. Был заключен муниципальный контракт, и завершение работ по нему предусмотрено в этом году. Соответственно, как только мы закончим эти работы, у жителей первого, второго, третьего и части восьмой микрорайонов появится чистая, абсолютно кристально прозрачная вода, которая, я думаю, всех порадует. Вот, единственное, хотелось бы отметить, что когда мы запустим ВЗУ, трубы имеют внутри еще достаточно большой накопленный осадок, оно не сразу станет 100% чистым, но, повторюсь, это процесс, который не такой быстрый, как хотелось бы. Да, и, к сожалению, в качестве комментариев хотелось бы сказать, что сам ВЗУ у нас 1967 года постройки, изначально не предусматривали никаких систем очистки. То есть, получается, у нас эта проблема уже имеет более 50 лет давности. И осталось чуть-чуть потерпеть. Да, и осталось буквально подождать несколько месяцев, и будет чистая вода. Еще один популярный вопрос, который встречается, что включает в себя услуга плата за содержание и ремонт жилого помещения? Кто сможет пояснить? Давайте, наверное, я поясню. Плата за содержание и текущий ремонт – это как раз та плата, которая оплачивается жителям в адрес управляющих компаний. То есть, это именно тот платеж, который управляющая компания использует для того, чтобы содержать общедомовое имущество. То есть, это, в первую очередь, наши уборщицы, это дворники, которые убирают, сантехники, электрики, которые обслуживают, лифтовики, которые обслуживают лифты. Все эти люди получают зарплату, имеют тряпки, ведра, швабры, инструменты, расходные какие-то материалы, ремонтируют систему, убирают наши подъезды, убирают улицу, которая рядом с домом. И лифтовое хозяйство тоже требует обслуживания, затраты. Соответственно, это все оплата аварийной службы лифтовой, это оплата всех материалов, которые используются для данных текущих ремонтов. Единственное, хотелось бы подчеркнуть, что очень часто у жителей происходит подмена понятий. Они видят слово «ремонт» и думают, что ремонт должен быть капитальный и большой. Нет, капитальный ремонт у нас как раз оплачивается отдельной строчкой. Это строчка называется «капитальный ремонт». Вот мы сейчас к недоплату перейдем. Да, а здесь именно текущий ремонт. То есть, что такое текущий ремонт? Текущий ремонт – это устранение естественного износа либо аварийных ситуаций. То есть, авария – это тоже то, что устраняется за счет текущих платежей за содержание текущего ремонта. Замена какого-то небольшого участка трубы, замена отдельных элементов электрических систем, это там лампочки, ну, самые распространенные, что чаще всего перегорает. Замена автоматов, замена какого-то участка провода, опять же, покраска, локальная покраска подъезда, какой-то участок стены. Вот очень часто граффити приходится управляющей компанией закрашивать, либо росписи на стенах, к сожалению, есть еще. Ничего художественного хочется пояснить, в этих росписях нет? Ну, к сожалению, да, к сожалению, факты вандализма, они есть. Они как раз тоже устраняются за счет содержания текущего ремонта. То есть, вот это тоже жители должны понять, когда они говорят, да, это там дети балуются. Дети, получается, балуются, но за счет жителей. Потому что жители оплатили эту управляющую компанию. Управляющая компания потратила деньги на краску, на маляра, который пришел и закрасил, была в столе, которую сделали дети. Я надеюсь, что это как бы непреднамеренное было. Опять же, ремонт дверей входных, доводчиков ремонт, ремонт окон. Очень часто бывает, что окна бьют, тоже непреднамеренное, надеюсь, из-за сквозняка. Но бывает и такое, что человек открыл окно, оставил, не запер, подул ветер, окно разбилось. Опять же, ремонт это опять за счет содержания текущего ремонта. Поэтому вот эти все вещи, они кажутся незаметные, но очень необходимы, потому что если не производить текущий ремонт и содержание, то дом очень быстро придет в очень непригодное для жизни состояние. Да, жить будет не очень приятно в таком доме. Наталья Ярославовна, еще один популярный вопрос. Вот капремонт, мне кажется, вот на той встрече, где мы были, это были прям такие страшные слова, капитальный ремонт. Вот что это такое? Все ли обязаны платить? Как работает эта система? Оплатил за капремонт, тебе капремонт сделали. Но наверняка не так. Все просто, как может показаться. Ну, платеж обязательный, законодателем закрепленный, не платить невозможно. Дом вводится в эксплуатацию, есть сроки износа и программа там ремонта на ближайшие, насколько я помню, 25 лет. Поэтому платить обязательно за капремонт необходимо. Бывают неучтенные платежи за капремонт. Это происходило на этапе миграции информации, передаваемой капремонтом в адрес ЕИРЦ. Но отсюда появляются какие-то непонятные платежи, которые мы тоже всегда разъясняем, объясняем их происхождение. А я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Шо Филипп Фуловна. Очень приятно. По какому? По какому опорту? Я не на счет себя, своей квартиры. Просто моя дочка живет с мужем, с ребенком маленьким. На Костановой 12. Это Пикадель. Вот они уже живут там 2 года, 3 год. Там постоянно идет горячая вода. Грязная. Очень грязная. Понимаете? И вот идет такая, она сначала идет, бывает, горячая, потом раз, будет же холодная. Это все представляешь, как помыть ребенка. А грязная вода, вот вчера я вот там ночевала просто, нельзя было ребенка умыть. Не то, что, вы извините меня, искупать. Умыть нельзя было. Хорошо, что у них там, как говорится, есть в запасе водичку, там они все помыли личико, зубки почистили, как говорится. Ну, что нужно сделали, как говорится, но искупать нельзя было. И самим тоже вечером никак не помыться. Эта проблема не только в их квартире, во всем доме. Люди жалуются, звонят в управляющую компанию. Там, да, мы все приняли. И фактически, вот сколько времени уже прошло, сколько они там живут, никаких изменений нет. Вот что я делаю, понимаете? Это так вопрос, ну, как-то надо этот вопрос решить. Сейчас там много маленьких детей, что можно оспарить ребенка, не помыть ничего, а про запас воду держать не сможешь никак. Спасибо большое за ваш вопрос, Михаил Дмитриевич, наверное, к вам. Да, это вопрос ко мне, потому что здесь на самом деле надо разделить вопрос на две части. Первая часть – это качество воды. Качество воды, оно зависит от водоисточника. На данной территории ПИК Комфорт получает воду от старого водозабора, который был передан ПИКу в рамках застройки. То есть у ПИКа есть земельный участок, который он застраивает в рамках инвестконтракта. И в рамках же этого инвестконтракта ПИК должен построить новый водозабор с системой очистки. Этот водозабор был построен, но до сих пор не введен в эксплуатацию. Сейчас мы как раз занимаемся тем, что стараемся заставить ПИК ввести в эксплуатацию новый водозабор и подать жителям воду от нового водозабора, который будет обеспечивать надлежащее качество. Это если говорить про качество воды и чтобы она была чистой. Если говорить про температуру воды, здесь уже полная ответственность управляющей компании, которая отвечает за то, чтобы вода внутри дома подавалась в соответствующей температуре, либо заставить ресурсника подавать к дому воду в соответствующей температуре. К сожалению, пока что на 12 не готов сейчас сказать, там внутри есть ИТП или нет. Но обычно, как описана сейчас ситуация, это проблемы либо в ИТП, либо проблемы в подмесе воды внутри дома, когда жители, к сожалению, очень часто это встречается, жители ставят сантехнические приборы, которые допускают смешение воды в квартире без обратных клапанов. То есть для всех рекомендаций, когда вы делаете ремонт в новой квартире, поставьте обратный клапан. Он стоит 1000 рублей, но благодаря его наличию у вас, во-первых, в самой квартире не будет подмеса, во-вторых, вы своим соседям по стояку, который находится, не будете подавать свою горячую либо холодную воду, которая, кстати, тоже будет проходить через ваши счетчики, и вам их накрутит очень неплохо. Поэтому в этом заинтересованный сам жилец в квартире. Очень часто это бывает, когда устанавливают либо биде, либо сантехнический душ. В них как раз нету вот этого устройства, которое бы блокировало внутри экрана. Поэтому нужно их ставить на вводе в квартиру. Клапаны обычно не ставятся сразу после приборов учета. И тогда это позволяет избежать вот этих историй, потому что, как сейчас описала жительница, ситуация, что вода то холодная, то горячая. Это обычно связано с тем, что в другой квартире кто-то открыл либо закрыл кран, соответственно, изменилось движение воды в стояке, и у жительницы появилась холодная вода вместо горячей, и наоборот. То есть понятная история, что это очень некомфортно. И здесь как раз задача управляющей компании сделать обход по стояку и выявить неправильно установленные сантехнические приборы. Либо отрегулировать ИТП, если проблема связана с работой самого ИТП, который находится в подвале. Убрина Николаевна, часто в общественную палату поступают жалобы на личный кабинет и на колл-центр Масокла-Ерца. Сюжет прозвучало. Там жители Ромашкова конкретно жаловали, что не могут дозвониться. Вот системные проблемы или это какие-то единичные случаи? Есть определенные, конечно, проблемы. Жители озвучивают, что не всегда можно дозвониться, или очереди большие, и не все готовы там стоять. И тут я хочу сказать, что в тот круглый строк, который у нас был, мы как раз обсуждали этот момент, каким образом, скажем так, упростить и дать возможность жителям, например, воспользоваться какой-то услугой по записи на конкретную дату, конкретное время. Я понимаю, что, например, если человек работает, ему сложно потратить большое количество времени на то, чтобы попасть на прием к специалисту, и, может быть, легче записаться не, например, на завтра или послезавтра, пусть это будет какой-то более отдаленный день, но он придет в конкретное время. И как раз руководство МОСОБУИРС нас и услышали, вышел житель, и была выделена как раз дополнительная телефонная линия, по которому можно записаться на конкретную дату, конкретный день и время, когда может быть житель обслуженным. Я надеюсь, что вы нам тоже озвучите этот телефон, и люди могут тоже такой дополнительной возможностью воспользоваться. Это, мне кажется, будет действительно... Это можно сделать не только по телефону, в том числе, придя в офис и поняв, что вы не обладаете необходимым временным интервалом. Всегда можно записаться уже на территории на необходимую дату. Помимо этого, мы еще пересматриваем график приема для того, чтобы у населения была возможность посещать наши офисы после возвращения с работы. То есть будет удлинен режим? Да, мы пересмотрим. С учетом у нас же есть определенная статистика прироста населения. Поэтому мы с учетом этой статистики будем менять график. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...